Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте. В эфире программа Другой Мир. Её ведущая Татьяна Доля, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И в гостях у нас сегодня необыкновенная женщина с уникальными способностями Татьяна Помечёва. Автор проекта «Кристаллософия», ведущая звуковых сессий, звуки кристальных чаш, консультант по применению камней и кристаллов. Можно много говорить. Автор кристального календаря, мастер создания кристальных амулетов и энергетических активаторов. Обо всём постараемся успеть поговорить хотя бы понемножечку. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Добро пожаловать в кристальный мир. Будьте добры, Татьяна, расскажите нам, пожалуйста, как давно, вообще как к вам пришли в вашу жизнь, как пришли камушки, как пришли кристаллы, вообще когда вы начали с ними какие-то взаимодействия? Ну, наверное, надо сказать про детство, что я все камешки тащила в дом, и у мамы была головная боль. Но они все были такие красивые. И смысла в чём? Красота. Я не могла объяснить. И зачем я их несу? Но случилось так. Вот сейчас расскажу случай, как вот изначально кристаллы пришли в мою жизнь. Муж лет 20 назад на день рождения подарил мне в таком индийском мешочке кристалл. Было очень странно, потому что ни духи, ни туфли, ни какое-то там платье, а именно кристалл. И это он до сих пор не может объяснить, почему. Шёл мимо индийского магазина, зашёл, увидел кристалл и купил. И мне он не понравился. То есть я посмотрела этот этнографический мешок, как-то я так вне каких-то таких вот традиций нахожусь. Кристалл, который мне тоже, ну, непонятно, как его применить. Ну, и ладно, праздник прошёл, где-то там на второй, на третий день я решила его помыть. Опять не могу сказать, почему. Вот мне пришла идея его помыть. Я его взяла в руку, иду с ним из комнаты в ванную, и он у меня в руках, а в коридоре темно, и он у меня в руках взрывается. Вот буквально взрывается. И у меня, вот я даже искры увидела. Я открываю руку, два. Он вот как-то так на две части развалился. И я думаю, бракованный. Думаю, ну, что-то здесь не так. Но я его помыла. И что самое интересное, после того, как я помыла, он мне стал нравиться из этих двух кусочков. Я их составила, он был такого вида обелиска, я их составила, эту головку одела на этот обелиск, и он так и стоит, как целенький. То есть он не съезжал ничего. Но, тем не менее, я мужу говорю, слушай, он бракованный, его надо менять. Ну, муж там попытался, сказали, что кристаллы не обменивают, ну, ладно, буду жить с этим. Ну, и так он остался у меня на подоконнике. И снится мне сон. Он со мной говорит. Он реально со мной говорит. Я слышу, я совершенно точно осознаю, что это он со мной говорит. И он мне говорит, купи мне еще кристаллы. Мне одному скучно. И называет, купи унакид. Я такое слово первый раз слышала. Но, тем не менее, я проснулась, я это слово помнила. И у меня оно крутилось, крутилось в голове. Я пошла в магазин и посмотрела кристальную книжку. Первую, такую самую дешевенькую, невзрачную. И каково было мое вообще изумление, удивление. Я открываю, и такое слово есть – унакид. Я, ну, вот на тот момент я была очень удивлена. Реально очень удивлена. Но, тем не менее, сон есть сон. Я пошла тогда в каменный магазин и купила унакид. И поставила рядом с этим кристаллом на подоконник, в спальне. И стали мне сниться сны про кристаллы. То есть вот я закрываю глаза, у меня перед глазами идут картины, узоры кристальные, это самоцветы, это такая красота. Но что-то начало происходить. Я стала рассматривать эту книжку и понимать, что дешевенькая книжечка, плохого качества иллюстрации. Но я чувствую энергию с этих картинок от каждого камня. И вот так я стала потихоньку покупать, покупать, покупать эти камешки. Моя коллекция выросла, мои знания тоже. И моё взаимодействие с ними тоже выросло. Конечно, конечно. Но на самом деле для наших слушателей, может быть, кто-то вообще не знал, или что камни, они живые, кристаллы, они живые. С ними можно разговаривать, с ними можно общаться, с ними можно вообще входить в какой-то контакт и получать от них информацию, и, наверное, отдавать им свою любовь и получать от них тоже какие-то вообще вибрации. Как вы с ними взаимодействуете, разговариваете? Ну вот я поняла основную мысль, что всё, я это как бы с детства знала, но практического применения не было. То, что я там видела энергии, то, что я видела там ауру людей, я не знала, что с этим делать. Но когда появились кристаллы, я стала понимать, как меняется картинка энергетическая. И что происходит? Вот посмотрите, всё на планете живое. Мы знаем животных. Они все до какого-то уровня обучаются. Я видела даже рыбок, дрессированных в домашнем аквариуме. Они обучаются. Там собачки, кошечки и так далее. Растения, они привыкают к нам, мы можем с ними коммуницировать. Есть люди с зелёными ручками, это те, кто разговаривают, разговаривают с растениями. И вот царство минералов, вот это минеральное царство, самое плотное царство планеты Земля, самое долговечное, скажем так, и оно тоже живое. И когда ты начинаешь это понимать, что у кристалла есть аура. Вот, кстати, про ауру. На Земле очень распространён кварц. Вот именно кварц. И песок, это кварцевый песок, его навалом. И что мы видим? Мы видим, что наша планета из космоса светится голубым цветом. И это аура кварца. Наша планета светится именно как кварц, как аура кристалла кварца. И, соответственно, когда ты начинаешь взаимодействовать с камнями, ты видишь, у каждого из них есть своя аура, есть своя энергия. И они живые, и они обучаются. И ты в какой-то момент начинаешь их слышать, и они к тебе обращаются. Более того, мы все знаем, что мы можем дрессировать собачку. Да, конечно. При желании можем. Да, если мы в собачку вложим своё внимание и начнём обращаться к её сознанию, то же самое с кристаллами. Только у кристаллов сознание – это Земля, это планета Земля, это партнёрство с матерью Землёй. И когда человек начинает взаимодействовать с камнями и кристаллами, то это взаимодействие позволяет этому человеку на Земле стоять ногами более устойчиво. То есть это, как говорят, заземление. Заземление, да. Да, заземление. И Земля начинает выступать партнёром. Она тебя поддерживает, она тебе помогает. Извините, у нас вот идёт звоночек, можем принять его. Слушаем вас. Добрый день. Алло, слушаем вас. Вы слышите меня? Один наушники. Извините, сейчас. Алло, алло. Добрый день. Добрый день, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, что по этому поводу говорит точная наука? Пожалуйста, комментируйте. Извините, по какому поводу? Ну, по поводу дрессировки кристаллов, разговора с ними и всё прочее. Может быть, это всё-таки уровень какого-то подсознания, точными науками такое взаимодействие никак не подтверждается? Ну, на самом деле, кристаллы обладают пьезоэлектрическими свойствами. И это когда они выделяют импульс, более того, электрический импульс. Более того, если говорить про точные науки, точные науки не сильно-то и ауру поддерживают. И момент того, что можно взаимодействовать с аурой, говорит только у нас, насколько я знаю, Горяев. То есть он делал свои исследования, и вот там они есть. Но с кристаллами есть тоже исследование. Есть исследование, что кристаллы растут, что кристаллы развиваются, что кристаллы имеют срок жизни, они также рождаются, живут, стареют и рассыпаются. И взаимодействие с кристаллами на предмет точная наука, она подтверждает только то, что кристалл запоминает звук. В кристалле звуковая волна проходит быстрее. И кристалл потом, который, допустим, послушал звук или послушал голос, или послушал информацию, он, соответственно, выдаёт вибрации, которые показывают, что он заполнился этой программой, или же то, что он, допустим, поёт той же самой мелодией. И это уже действительно доказано. Я сейчас не скажу, кем и когда, но эта информация есть. И исходя из этого, то, что мы дрессируем кристаллы, это мы их программируем. Это мы просто вносим программу, и эту программу кристалл возвращает нам, как трансляцию в наше же пространство. Именно так работают магические кристаллы, которые я запрограммировала, например, для того, чтобы не терять своё намерение, чтобы эта программа держалась в моём пространстве, потому что люди иногда проваливаются, они иногда выпадают из своего гармоничного состояния. И тогда кристалл напоминает. Ты знаешь, у тебя вот есть такое желание, оно работает. Что я ещё хочу сказать, что иногда вы кристаллу скажете желание, а потом забыли. Человеку свойственно забывать. Но когда оно исполнится, или когда этот кристалл вам его напомнит, тогда вы скажете «да». Ну, может быть, для слушателей слово «дрессировать» немножко вызвало такое. Может быть, если бы вы сказали каким-то другим термином, словом, это вызвало бы немножко другую реакцию. Но я надеюсь, что вы получили ответ на свой вопрос. Спасибо большое. Можем продолжить наш разговор. Как можно понять, что этот камушек тебе подходит? Вот как его почувствовать? Но есть люди, которые чувствительные, у них развито какое-то интуитивное такое видение, но не все люди такие. И вот может ли просто обычный человек, вот он приходит, и перед ним вот такая россыпь камушков, как у вас сейчас. Вот как ему понять, какой камушек для себя выбрать, чтобы он ему подходил? Чаще всего люди приходят в магазин, я сама наблюдала, со списком кто-то им посоветовал, какой-то человек. Кто-то посчитал, кто-то по гороскопу. Да-да-да. И вот он с этим списком. Но когда он берет в руки этот камень, он часто, ну, не особо ему нравится. А придя в магазин, нравятся другие. Какие-нибудь там на полочке стоят и кричат, выбери меня, выбери меня. Знаете, как щенков выбираешь. Вдруг один из всех щенков тебе кричит, выбери меня, я твой. Вот примерно то же самое происходит с кристаллами. Есть люди, которые слышат, которые чувствуют. Но кто-то возьмет в руку, и он ему даст импульс, тепло. Кто-то почувствует, что от камешка побежала энергия. Кто-то почувствует это, как волосы зашевелились. Кто-то почувствует, что по костям там какой-то прошел холодок или же щекоточка какая-то. То есть у всех будут свои ощущения. Но первый контакт всегда через глаза. Камень должен понравиться. Вот я только хотела сказать, что всё-таки, наверное, всё равно кто-то просто увидел и сказал, что я хочу такой. Я просто хочу его. Да. И что я советую в таких случаях сделать? Вот вы пришли за одним камнем, а понравился другой камень. Вот уйдите домой и поживите с этой мыслью пару дней. И если этот камень всё равно ещё стоит у вас перед глазами, идите и покупайте. Он вас зовёт. Реально, идите и покупайте. Потому что глаза – это наши ворота для энергии. Первые ворота. Ещё до прикосновения, до приближения, до всего. Мы глазами воспринимаем эту энергию. Другой раз мы не знаем, как её охарактеризовать, но нравится. И никогда нельзя просчитать камень точно подобрать для человека. Никогда. Можно только подобрать под, вот моя практика, под его ауру, то есть он одевает или вносит этот камень в своё поле, и видно изменения. Или же камень нравится ему. Потому что мы никогда себе не ошибёмся. У нас есть интуитивное чувствование, какой камень каждому человеку нужен. Потому что запрос. Именно запрос, каких вибраций в ауре не хватает. И тогда человек выбирает этот камень. Мы вибрационно получаем импульс через глаза. Вот поэтому, наверное, лучше всего, когда сам человек себе выбирает. Не кто-то там пришёл, и, ну, вот, например, я пришла, и хочу для своей подруги выбрать камушек, да? То есть я, может быть, и выберу что-то, то, что всё равно я выберу то, что мне понравится. Поэтому, наверное, вот такие вещи всё-таки лучше, когда человек сам себе выбирает. Совершенно верно. Это так же, как нельзя дарить щенка. Да, да. Человек должен сам, потому что он под своей вибрацией. У человека развивается, и эти вибрации у него меняются. В какой-то момент этот камень может выполнить свою миссию. Всё. Его больше ему не надо. Он тогда пойдёт и купит другой, который ему опять понравится. Вот мы как минералы, как витамины, добавляем к себе то, что сейчас нужнее всего. Ну, вот если говорят, например, вот этот камушек, он понижает давление, да? Предположим, это я просто как пример. И хорошо, и как вот вы с ним работаете? Вы же не прикладываете его к голове, да? Ну, то есть каким образом этот камушек может исцелять человек? Ну, не обязательно здоровье. Это же может быть какие-то эмоциональные вещи, да? Каким образом с ним взаимодействовать? Ну, можно его держать в руках, можно с ним разговаривать, да? Но если мы хотим что-то от него получить, как это делается? Прежде всего, когда вы взяли камень, он попал в вашу ауру. Значит, его вибрации уже там… Уже действуют. Уже действуют, да? И способов, как гармонизировать свои состояния с камнями, очень много. Это и украшения, и просто накладывание камней. Ну, и медитация с кристаллами. Медитация с кристаллами всегда, она достаточно углублённая получается. Но что я хочу сказать, что как бы человек с камнем не взаимодействовал, надо помнить, что это всегда энергетический обмен. Это всегда энергетический обмен. И, знаете, мы провели опыт. Мы провели опыт, мы вызвали специалиста по методу фоли-диагностирования человека. И у нас было 10 подопытных, на кого мы накладывали камни, кому мы предлагали камни, и замеряли до и после. И совершенно точно там получается, что гармонизируется у человека эндокринная система сначала. То есть эндокринная система – это железы, и там чакры находятся. И, соответственно, нормализуется сразу весь организм. Вот получается иммунный ответ. И потом уже будет приходить в норму давление, будут там, я не знаю, коленки приходить, и всё проходить, и всё остальное. Ну вот давайте поговорим немножечко о том… Вот вы проводите звуковые медитации с кристаллами. Я, например, была на медитациях с металлическими чашами. Я знаю, как эти звуки действуют, как они проникают, какое исцеление можно получать. Но вот с кристаллами я не соприкасалась. И, может быть, в двух словах тогда расскажите, чем они отличаются по вибрациям. Безусловно, это совершенно разные вибрации. Ну вот. И как это вообще происходит? Сейчас скажу. Если по физике, то вибрация – это измеряется в герцах. И высоту вибраций, разные как бы вибрационные состояния могут создавать и чаши, и плоские колокола, и кристальные чаши. Почему я их называю кристальными? Потому что они сделаны из кварцевого песка с учётом температуры и давления. Там никаких добавок нет. Это 99,9% кварцевый песок, который расплавлен, и ему придана форма чаши. Соответственно, чаша поёт. Но чем отличаются металлические и кристальные? Кристаллический песок, он есть на планете Земля везде. Это та самая наша среда, на которой мы лучше всего отдыхаем. Ну, на песчаном бережку, у тёплого моря или у холодного моря, неважно, но это песок. Металлические чаши – это сплав. Это сплав, который, как правило, в природе практически не существует. Это сплав сделан уже под определённые задачи. И там составляющие этих сплавов, они варьируются. Они варьируются для того, чтобы эти герцы поймать. Но металлический звук несёт в себе информацию. Мы же знаем, что всё информация. И вот металлический звук несёт информацию о металле. Что такое металл в жизни человека? Оружие. Это именно… Он помощник, но он ещё и оружие, некоторая опасность. Что такое кварц в жизни человека? Это здоровые кости, здоровые волосы. Это наш отдых, это наше ровное гармоничное состояние. Это камень, который человеку всё время помогал жить, да, по сути дела. Металл тоже помогал жить, но металл представлял некоторую опасность. Это просто разные энергии, конечно. Это разный вкус у этих самых герцев и вибраций. И, соответственно, я наблюдаю, у меня есть металлические чаши и такие кристальные, и наблюдая, что с металлическими чашами, слушая их впервые, человек испытывает больше страха. А с кристальными это мягче происходит, это естественно не происходит. Конечно, они гораздо глубже, ну то есть они совершенно, правда, по-другому, наверное, работают. И действительно, когда такие серьёзные медитации делались, я не могу сказать, что я страх испытывала, нет. Но я испытывала такое прям очень глубокое проникновение, такое, знаете, достаточно большой силы, это правда. И кварцевый звук, он металлический тоже проникает до костей, но он больше резко бьётся в кости, в скелет. А кварцевый проходит очень, так сказать, гармонично. И человек испытывает от этого большее расслабление, потому что, ну что у нас такое скелет? Этот скелет – это то, это, по сути дела, набор минералов, который остаётся в земле, когда уже века прошли. И мы по этому там черепу, костям можем определить, как жил, что питался и так далее. Так вот, эта генная информация, по сути дела, та глубинная информация человека, а если говорить о том, что по костям можно не только облик человека создать, но и они являются, скажем так, программой всего человечества. Вот, допустим, параметры черепа – это программа человечества. Почему вообще черепа, оно как бы священное, и они дольше всего разлагаются в земле? Чтобы сохранить информацию об этом человеке. Кстати, если мы пришли к черепу и костям земли, я скажу, не зря ставят камень на могилу для того, чтобы информация о жизни этого человека, его опыт, вошли в этот камень и сохранились на земле для всех остальных людей. А камень, находясь, вот этот могильный камень, пусть не пугает вас эта тема, находясь на планете Земля под дождями, под солнцем, под всеми погодными условиями, он это транслирует. И мы все обогащаемся опытом того человека, независимо, какой он был. Мы можем взять себе любой, да, но он есть в ауре Земли. Очень интересный подход такой, да. И поэтому вот проникновенность звуковая, она очень хорошо гармонизирует человека на клеточном уровне. Ведь часто мы пишем себе записочки, мои намерения, такие-таки, садимся в медитацию, и ничего у нас не сбывается. Но когда это же намерение со звуком, то оно доставляется в каждую клеточку. Оно проходит сквозь все органы, синхронизируя всю внутреннюю часть человека на единое намерение, на единую цель. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, потом продолжим наш эфир. Мы продолжаем наш прямой эфир. В гостях у нас Татьяна Фомичева, волшебник, который работает, живет с камнями. И для наших слушателей я могу сказать, что свои эфиры с кристальными чашами, она проводит, звуковые эфиры, она проводит в своих соцсетях, в Инстаграме и Фейсбуке. И все могут присоединиться и получить вообще огромное удовольствие послушать, кому это будет интересно, как вас найти в соцсетях, как вы называетесь там? Кристаллософия. Это все очень просто находится. И мы немножечко поговорим об этом проекте Кристаллософия, который ваш авторский проект. Ну, он родился, конечно, спонтанно. Здесь не было никакого такого плана. Просто мои друзья дали мне большого-большого пинка, чтобы я начала делиться. Делиться лучше всего, конечно, через интернет. И так этот проект, в общем-то, образовался. И он образовался изначально вокруг поездок, когда мы сеяли кристаллы в землю, когда мы наполняли, это большие группы у нас были, мы наполняли, программировали кристаллы своей любовью на мир и раскладывали в определенных местах у нас в Латвии и не только. И надо было описать эти поездки. Надо было как-то организовать и показать людям, что вообще человек должен партнерство с планетой Земля установить внутри своего сердца. Тогда всё происходит. Он не оторван от мира на планете Земля. Он вписан в него очень гармонично и с большой-большой любовью и оберегаемостью. И вот с этого всё началось. А потом родился кристальный календарь. Что такое кристальный календарь? По сути дела, это интуитивные послания, которые по аналогии с энергиями того или иного камня или кристалла рассказывают о данном дне. И каждый день там новый камешек. То есть вам просто идёт эта информация? Да. И вы её озвучиваете? Да. Это то, что меня переполняет, что я вот утром встала, посмотрела в пространство и считала информацию. Но по аналогии с камешком. Чем это хорошо? Тем, что те люди, которые хотят настроиться на кристальную волну, они, читая календарь, потом начинают замечать, что у них там открывается интуиция, что у них лучше работает чувствование пространства, когда что им делать. Они предвидят. То есть они настраиваются. И если говорить о том, что мы все знаем, время изменилось, мы все знаем, что оно ускорилось, мы все знаем, что пространство изменилось, что Солнце даёт другой свет и так далее. И это всё рисует в пространстве узоры, похожие на структуру кристаллов. То есть мы говорим о кристальном свете, о кристальных энергиях, которые сейчас льются на Землю. Что такое кристальная жизнь и кристальные энергии? Это повышенная энергоёмкость. При сжатом времени у нас повышается именно энергоёмкость. И вот люди, читая этот календарь, они как раз-таки на это настраиваются. Их жизнь улучшается. У них уходит только стресс. Да, их вибрации подстраиваются под эти энергии, да, и, в общем-то, и повышаются при этом, конечно. Я просто читала очень много. Во-первых, там достаточно большая уже у вас аудитория. И я читала совершенно вообще необыкновенные отзывы, благодарности. Правда, люди получают большие блага. Это не просто слова. Я сама свидетель, сама читала. И действительно это так. Может быть, расскажите, пожалуйста, по поводу того, как можно подбирать себе… Как подбираются вы ещё делаете амулеты, да? Очень многим людям это интересная эта тема. И почему-то принято считать, что амулеты может делать только какой-то крутой специалист, да? На самом деле, наверное, эта тема такая, что сейчас это может сделать себе каждый человек, да? Может быть, вы могли бы сказать какие-то свои рекомендации, как это делается, как вы это делаете, и как каждый может сделать это индивидуально? Ну, на самом деле, каждый человек может это сделать сам. Если человек настолько себе не верит, он пойдёт, допустим, к специалисту. Но ни один специалист, поверьте, не видит вас настолько, насколько вы можете знать себя сами. И, соответственно, тот запрос, который вы для себя можете выбрать, ни один человек его не поймёт так, как вы его понимаете. И у меня на сайте есть, как сделать самостоятельно. В свободном доступе есть, в платном доступе. Как сделать самостоятельный амулет? И они могут быть совершенно разные. И амулет – это магическая вещица. Вот то, что вы с магической энергией для себя сделали. И это как тот самый маячок, который будет держать вашу радиостанцию, ваш сигнал и постоянно вам его транслировать. Чаще всего люди делают амулеты для того, чтобы… или талисманы, или обереги, для того, чтобы сохранить то, что есть. Но поверьте, то, что есть, оно не может сохраняться вечно. Человек живёт изменениями. И в эти изменения надо очень и очень гармонично вписываться. Вот тогда мы говорим, что эта волшебная вещица работает. Когда человек очень хорошо туда вписывается. Значит, для того, чтобы вписаться, мы должны быть готовы к изменениям. Ведь вы сделали волшебную вещицу, одели на себя – это уже изменение. Надо быть готовым к изменениям и надо знать, что я хочу и куда я иду. Потому что ни одна программа не будет держаться, но вот если она не будет сформулирована… Да, грамотно, да-да-да. Чётко, да. Чётко, да. Вот и всё. Вот это, наверное, самая большая фишка. Надо быть готовым к изменениям, надо взять ответственность на себя, сформулировать программу и запрограммировать камень. И там не обязательно форума и всё прочее. Да-да-да, конечно. Там достаточно взять кристалл и сформулировать свою программу и своё намерение и поставить его там, где вы будете его касаться глазами. Ну, взаимодействовать с ним, конечно. Не в какую-то чёрную шкатулку. Конечно, конечно. То есть, в принципе, как и со всеми живыми существами, им тоже нужно, с ними нужно взаимодействовать, и энергия должна идти. Да. Как в одну сторону, так и в другую. Совершенно верно. Что такое энергетические активаторы? Может быть, поясните, может быть, вы тоже ими занимаетесь, изготавливаете. Что такое энергетический активатор? Тот энергетический активатор – это то, что активирует энергию. Ну, одно дело – волшебная вещица. Это то, что я туда внесла программу. Но другое дело – это тот самый активатор, который излучает эту энергию. Ну, что у нас может всегда усилить излучение энергии? Ну, допустим, возле вашего запрограммированного кристалла – горящая свеча. Огонь, тепло. Но можно сложить камни определенным образом в определенную структуру, и тогда эта структура в пространстве будет работать. И это у нас может быть каменный круг или как колесо года с определенными камнями по четырем сторонам света или колесо стихий. Это может быть спираль, которая всё время вашему пространству жизни создаёт крутящий момент. Потому что именно заходя в спираль, как в некоторую ловушку, из неё в точке покоя, в центре спирали находится точка покоя, всегда есть выход на новый уровень. Всегда. И, соответственно, те спиральные рисунки или сложенные из камешков структуры, они всегда будут излучать. Естественно, камешки должны быть там запрограммированы под ваше намерение. И они активируют пространство вашего жилища, например, чтобы оно не застаивалось, чтобы оно двигалось. Вот если коротко, то это будет так. Давайте поговорим всё-таки ещё, наверное, о том, вот, скажем, пришёл к вам какой-то человек. И делаете ли вы такие вещи, например, не может сделать выбор. Надо выбрать из чего-то или из кого-то, неважно. Помогают ли камушки? Можете ли вы как-то считывать информацию? Ну, вы-то можете считывать, это понятно. Делаете ли вы это, например. Человеку нужно сделать выбор, и он полагается на выбор, когда он выбирает камушек, и вы его можете тогда расшифровать. Ну, я скажу на примере. Я скажу на примере девушки, у которой четыре кавалера. Да, очень приятно, всегда на примерах, всегда доходчиво. И она не знает выбрать. Все хорошие. То есть всем она может себя доверить. Но если родился такой вопрос, значит, всё-таки чего-то не хватает, значит, всё-таки она выбор не может сделать. И мы на каждого из кавалеров раскинули камни. И ни у одного не получилось, что есть вкусность жизни, что есть кайф, счастье и всё. Есть достаток, есть там деньги, есть там какие-то поездки, путешествия, но нету вот этой вот страсти. И я ей просто это сказала. И посоветовала взять камешек альмандина или перопа, вот гранатик, да? Я ей посоветовала гранатик поносить для того, чтобы у себя внутри посеять семечко страсти, вибрацию. Пусть она его не чувствует, пусть она там этой вкусности не ощущает. Но это семечко внутри есть. И тогда она из пространства, у нас же подобное к подобному, она начнёт притягивать страсть. И что вы думаете, у неё появился другой кавалер, с которым всё устроило. И страсть там тоже была. То есть это вот так работает. Мы сеем, беря камешек, мы сеем эту вибрацию, пусть маленькую-маленькую, но она начнёт из пространства притягивать. Но мы не можем притянуть, естественно, если у нас нет, то, соответственно, мы и не можем притянуть. Это понятно, это, наверное, всем понятно. То есть таким образом можно фактически исцелять какие-то маленькие вот такие вот ситуации. Очень интересно. Можно просмотреть, допустим, по камням можно просмотреть ситуацию. Какие энергии сейчас возле этого человека крутятся? Каждый камень – какая-то энергия, какой-то определённый вид энергии, который расскажет. Ну, условность какая-то здесь тоже, и символизм присутствует, но он расскажет, какие энергии вокруг этого человека крутятся. И, может быть, человек не замечает каких-то энергий, какие-то энергии не использует, а каких-то ему надо добавить. И тогда, естественно, ношение камешка в украшении или просто в пределах досягаемости взгляда будет работать на его ауру и становиться тем самым семечком, когда эти энергии начнут притягиваться и с ним работать. Ну и опять-таки человек больше понимает о себе. Кстати, в соцсетях каждая полнолуния и новолуния провожу каменный расклад для того, чтобы каждый мог получить какое-то послание. Именно послание от камешка. Вдруг он что-то действительно не замечает сейчас вокруг себя. Да, я видела его и видела достаточно много людей в этом участвуют. И правда, видимо, уже ваши топовые поклонники, которые уже не первый раз участвовали в этом раскладе. А какие-то были у вас случаи исцеления после звуковых медитаций, когда люди вам говорили, что действительно что-то произошло такое вот, что они почувствовали, что после этих кристальных звуковых медитаций у них какие-то произошли изменения? Да, таких случаев на самом деле много. И для того, чтобы увидеть эти изменения, часто достаточно не одного сеанса, а какой-то серии всё-таки. Но у меня есть, значит, очень такой позитивный пример. Пожилая женщина, которая 9 лет мучилась сердцебиениями и всё время была на таблетках. И после курса медитации у неё это прошло. У неё полностью нормализовался и сон, и ритм сердца. Извините, она просто слушала вас в эфире? Или же она приходила на живые медитации? Она приходила тогда на живые медитации. В эфире есть женщина тоже, очень такой показательный отклик. После инсульта у неё была парализована нога. Она не могла ею двигать. И она живёт в Сибири. И она слушала через интернет. И у неё вот именно, как она написала, что у неё первые вибрации, первые ощущения, именно боль в ноге. Можно было испугаться, но она всё равно продолжала слушать. И у неё эта нога восстановилась. То есть, в принципе, нервная система живёт раздражителями. И когда звуковая вибрация проходит, и человек её слушает, это некоторый раздражитель, который делает клеточный массаж. И, соответственно, она восстанавливается. Есть женщина, у которой большие проблемы с позвоночником. Она на каждую трансляцию звука в интернете ложится. Она ложится на пол ровно. И первые разы, она говорит, ну, наверное, сеанса три, у неё страшно болела спина. Она моментами на бок поворачивалась ещё как-то. А потом это всё прошло. И теперь уже, я не знаю, достаточно долго ничего у неё не болеет. Но что самое интересное, она сказала, что у неё улучшились отношения со своей семьёй. То есть, там были сложные отношения. И вот как бы по позвоночнику она почувствовала, её привели проблемы со здоровьем. Но всё вокруг стало тоже улучшаться. Но гармонизация происходит, конечно, не только на физическом плане. Естественно, она происходит на всех наших планах. Да. И момент для зачатия очень классно работает. Вот если восстановить, ну, или не получается зачатие, или ещё какие-то там сложности. Тоже вот кристальный звук очень и очень хорошо на эту тему работает. А если какие-то отличия, ну, вы делаете медитации, они же каждый раз разные. Это же не может быть одинаково, да? И как-то эта медитация, она на что-то программируется? Или же она просто идёт как звуковая медитация, просто звуки чаш кристальных? Или же вы всё-таки делаете какую-то программу на что-то конкретное? Те свободные эфиры, которые у меня идут по понедельникам, они идут на энергии недели. Просто гармонизация с энергиями недели в рамках кристального календаря. Я там всегда пишу, на что эта неделя у нас будет настроена. Какое внимание надо уделить. А те сессии, которые идут как целительные или программирующие, там идёт немножко иначе. Там я действительно ставлю определённые кристаллы, и там есть определённая программа. А основная программа всегда «Я люблю». Это просто универсальная программа «Я люблю». И у меня есть сессии, например, вот началась эта пандемия, да? И аметист – это камень, который очень классно дезинфицирует пространство и обеззараживает. И у меня было три сессии «Аметистовый час». И там дальше я написала, как их слушать, почему час. Чтобы в сумме получился час. Особенно если человек заболевает или заболел, или вот сезонный грипп, или боится заболеть. И есть сердоликовый час. Потому что сердолик – это жизненная энергия. Это тот наш жизненный драйв, это жизненные силы. И тоже сердоликовый час. Там в каждой чаше лежали сердолики. Их у меня 18 чаш. В аметистовом часе в каждой чаше лежали аметисты. И, соответственно, звуковая волна проходит через аметист. Звуковая волна проходит через сердолик. И вкус этой волны, вот энергетический вкус, доходит до каждого человека и активирует в нём или жизненную энергию, или ту самую духовную дезинфекцию, более прохладная аметистовая волна. И она дезинфицирует. Она более высока по вибрациям, и все вирусы, они там не могут расширяться. Будем говорить, что дохнут. Да, то есть вот здесь есть разные сессии. Сессии, которые там для леса. Вот в прошлом году были пожары, мы делали вообще из леса звук. Там другая программа. То есть вы выезжали на природу, в лес, и проводили там медитации звуковые, да? И с бубном тоже. И бубен там тоже был, и костёр там был. То есть вы ещё используете и бубен, да? Да, бубен у меня тоже есть. У меня три бубна. Делаете ли вы сейчас выездные какие-то сессии? Как-то можно как-то присоединиться, если они есть? Ну, однозначно. В планы входят. Однозначно в планы входят, и в соцсетях можно будет информацию. Это интересно. Можно следить за… Как будут развиваться события дальше, да? Да. Конечно. А скажите, а как вот с животными, например? Был ли у вас опыт работы с животными? Как они реагируют на эти медитации? Ну, с животными вообще опыт огромный на самом деле. Потому что у меня у самой две собаки. На звук реагируют все классно. Люди пишут, что кошки вообще приходят и тоже слушают звук. Кристаллы животные воспринимают тоже потрясающе. У всех моих, как это, друзей-последователей кристальных людей, у них все животные или тоже спят на кристаллах, или каким-то образом… Потрясающе, да. Да, да, с ними общаются. Когда я там индивидуальные сеансы провожу, и если в доме есть кот, то кот приходит обязательно. Но я скажу свой опыт. У меня собака Курцхар, и она распорола себе ногу. И зашивали, и в этой ноге там был определенный процесс. И, в общем, очень тяжелая ситуация была с этой ножкой у нее. И я стала проводить ей кристальные сеансы. Так что самое интересное, она приходила ровно в девять уже ко мне, в мою комнату, садилась и ждала этот сеанс. И когда она не пришла, я поняла, что ей уже достаточно. Что она исцелилась, да, да. Что уже достаточно. То есть животные знают, и они знают и чувствуют эту энергию. Скажите, вот если человек заинтересовался, может быть, вы можете посоветовать какую-то литературу? Ну, например, чтобы немножечко побольше узнать об этих камнях. Какая, в общем-то, вами рекомендованная литература, где можно почитать об этих камнях, о кристаллах? Да, на русском, конечно. На русском языке это Светлана Гураль. У нее очень красивые книжки в красивых изданиях. То есть я бы вот посоветовала это. Я думаю, что они у нас тоже доступны, или через интернет их точно можно заказать. Вот. А англоязычных авторов я не могу так сказать сразу, но в интернете надо посмотреть. Я думаю, что сейчас этой литературы достаточно, так же, как и сайтов, где можно купить и приобрести кристалл. Ну, то есть, в принципе, плюс-минус везде примерно одинаковая информация. У нас идет звоночек, сейчас мы попробуем его принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы что-то о топазе могли бы рассказать? О топазе, о ювелирном или о топазе природном? Вот хороший вопрос. Мне родители подарили топаз. Он ювелирный в украшении? И потом его поставили в кольцо. А, то есть, родители сначала подарили топаз. Ну, во-первых... Сначала мы сходили в магазин, как бы мама показывала, какие, что, как, почему. Мне понравился именно тот камень. Какого он у вас цвета? Голубого. Голубого, голубой топаз. Голубые топазы чаще всего, ну, как бы обработаны, да, чтобы у них этот яркий цвет получился. Но в любом случае топаз — это камень, который вас соединит с вашим подсознанием, с вашими тонкими чувствованиями и пониманиями этого мира. То есть он углубляет в вас, наверное, мистические способности. Я думаю, вы успели это заметить уже, что именно интуиция стала говорить громче. Ну да, только к ней прислушаться, наверное, надо. А ну, интуиция говорит тогда, когда спокойно у человека. Потому что все обычно хотят услышать от камня, что да, у тебя будет много денег. Но на самом деле много денег будет тогда, когда ты начнёшь слышать своё пространство вокруг. Поэтому вот топаз, он как раз-таки настраивает на интуицию, на тонкое восприятие мира, на чувствование его. И укрепляет, как всегда, здоровье. Потому что все камни абсолютно своей постоянной вибрации, они нас гармонизируют на более устойчивое взаимодействие с пространством. И увеличение, повышение вибрации, увеличение здоровья. Ну, прекрасно. Хорошо, спасибо вам. Приятного аппетита. Спасибо вам. Да, всего хорошего. До свидания. Ну, у нас ещё осталось несколько минут. Вот вы на своём сайте пишете, что вы являетесь также проводником по огненным каменным спиралям. Немножечко вы расскажите, что это такое. Ну, это тот самый активатор, который… А, это и есть активатор. Нет, активатор может быть маленький для помещения, и активатор, когда лежит на Земле, это ведь что такое каменный круг большой. Во все времена люди складывали камни определённым образом. Что происходит тогда? Я сейчас могу говорить про валуны, да? Что происходит тогда? Камень лежит на планете Земля. Да. Он взаимодействует с Землёй. Почему вот есть магические камни? Но когда камни складываются в определённую структуру, то эта структура создаёт вихревой поток, потому что каждый камень слышит соседнего. Вот если вы одеваете бусы, там каждая бусинка слышит соседнюю бусинку, и поток идёт от бусинки к бусинке по спиральке, по сути дела. И вот те камни, которые сложены на Земле определённым образом, часто это круги или спирали, или лабиринты, они один ко второму передаёт эту энергию. То есть это, по сути дела, энергетический ручеёк, который течёт и усиливается планетой Земля. И когда человек попадает в этот ручеёк, по сути дела каменная река, то у него происходит некоторая промывка, очищение или же фокусировка, в зависимости от чего, для чего эта структура и активатор есть, с какой целью он туда пошёл. И вот проводником, я много организовывала огненных спиралей и каменных спиралей, это немножко они по-разному действуют, но очень классно. Мы сейчас с вами в «Энергиях равноденствия» говорим. И очень классно они структурируют человека, вытягивая ауру неба-земля, то есть основную ось, потому что у многих людей она вот так, а именно вытягивая эту ось, заземляя человека и увеличивая его возможность достать до своего духа, повысить свои вибрации. И, соответственно, когда человек проходит эту спираль, он сначала входит и идёт к центру, и всё, что было старое, грязное, что он хочет оставить, если он ещё это проговаривает, оно остаётся. И когда он приходит в центр, точка покоя вихря, вот в тишине, он остаётся как бы один на один по вертикали с Божественным и с Землёй. И потом начинает выходить из спирали, он уже активирует то, что у него будет происходить, то, что он сам себе желает. Соответственно, он вышел на новый виток, расширил эту идею о себе. Здорово. И так работают каменные, ну немножко там есть различия, огонь сжигает, камень настраивает и соединяет с Землёй, и вот так они работают, эти активаторы. Когда мы сложили каменный круг первый для исцеления планеты Земля, и мы сложили его вместе там на одном хуторе, и все соседи стали приходить и сидеть на центральном камне в этом каменном кругу и говорили, что они исцеляются, что у них там проходит масса-масса разных заболеваний. То есть, в принципе, вы сделали место силы? Да, это рукотворное место силы. Любой активатор на Земле – рукотворное место силы. Ну, я только хотела задать уже последний вопрос. Какое, может быть, место силы вы бы порекомендовали нашим слушателям посетить, где вот самые, на ваш взгляд, здесь поблизости есть места силы? Вы знаете, я скажу так, одноразово никак не скажу, но вот если одноразово, то езжайте в Сигулду, там есть круг деревьев, в парке Дань. Всё, вот это место силы, там даже есть наш кристалл. Но про места силы надо учитывать то, что места силы живут в партнёрстве с человеком. И если люди ходят только вместо силы для того, чтобы взять, это не совсем то. Это не совсем правильно, конечно. Да, это просто настроиться. Если вы хотите сонастроиться с планетой Земля, поезжайте туда, где у нас есть большие валуны. Несмотря на то, что там чаще всего с валунами какие-нибудь страшные легенды связаны, но если вы подойдёте к какому-нибудь камню-старожилу с любовью и с ним попытаетесь поговорить, вы получите такой заряд энергии, такую вот любовь через Матери-Земли, через камень. Спасибо большое. Я благодарю вас, Татьяна, за интервью. Мы получили, в общем-то, какую-то картину получили. Ну а уже дальше, если кого-то заинтересует из наших слушателей, всегда можно присоединиться к соцсетям и участвовать в звуковых медитациях и изучать этот вопрос дальше. Спасибо. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо огромное. До свидания.